Дорогие наши друзья, мы приветствуем всех вас на канале Семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы расскажем вам, чем мы занимались сегодня, как мы с Дженнифер делали такой вот красивый постер, как с утра я готовила завтрак на всю семью, потом как я варила обед и встречала детей из школы. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и расскажем, что нового происходит на наших каналах. Расскажем вам, как проходит наш день и как проходит наш вечер. Оставайтесь с нами. У Вовы зимний гольф. Главное, чтобы клюшка не улетела. Дженни, а ты куда едешь, расскажи маме. Держи вот это свой. Ой, у тебя upside down он. Переверни его. Вот это Дженнифер постер, который мы сейчас повезем в школу, повесим его там. Сейчас учительница приедет, откроет нам там класс. Сейчас там в школе уже никого нет, поэтому мы попросили учительницу, чтобы она приехала, открыла нам школу. И мы... Наша школа, кстати, вон там находится совсем недалеко от нас, но дело в том, что там никак не проехать, потому что там река. Приходится вот так вокруг объезжать. Ну, тут совсем недалеко, всего полторы минутки, может быть, проехать. Учительница нам откроет школу, и мы повесим этот постер, и потом опять домой поедем. И вот Дженнифер класс, Дженнифер стол, где Дженнифер учится. О, это тоже ты сделала? Красивое дерево. Вот, в общем, нам нужно оформить вот эту красивую доску. Мы повесим это, но здесь больше места, поэтому мы сейчас ее, наверное, чем-то заполним красивой бумагой, и покажем вам, что у нас получилось. Посмотрим, какая дядь она большая. Ну-ка. Ага, тут написано Дженнифер. Она... 120 чего? Сантиметров? Ты большая? Да. Сзади тебя обезьянка выглядывает. Когда папа Леша дома, то каждый вечер мы собираемся вместе, поем песню. Иногда просто так, а иногда готовимся к записи. У нас есть много любимых песен. Одна из них – «Христианин, неси огонь». Огонь любви он всем принес. Гори огонь. Гори огонь. Всегда гори. Всегда гори. Воспламеняй с собой холодные сердца. И новый мир прекрасной озари, Который радость без конца. Это было вчера, А сегодня наступает новый день. Новый день начинается очень рано, И я готовлю завтрак. Запеканку со сливочным сыром и с клубникой. Как-нибудь в видео я расскажу, Как я это готовлю. Это очень-очень просто. И детки начинают все просыпаться. Доброе утро, Джинал. Доброе утро, Дженни. Сейчас мы будем кушать. Яичница у нас здесь. Бутербродики с паштетом. Дженнифа, покажи, Какие ты птицы нарисовала. Кто тебя научил птицей рисовать? Вот эти вот. Алена? Да, Алена. А вот это Вовина, да, птица? Да. И это все мальчик. Это, 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 это. Красивые у тебя птицы. А как их зовут, не знаешь? Дженнифер. Детки собираются в школу. Запеканка у нас такая. С клубникой. Да, Маргарита. Каждое утро у нас начинается с завтрака. Очень шумно, очень громко, очень быстро. Все собираемся в школу, завтракаем. Девочки все заплетают косички. Спасибо, Дженнифер. Ты сегодня в школу идешь? У нас начинается опять снег. Обещаю, сегодня очень много-много снега. Приехала платить за воду. У нас уже очень сильный снег идет. Обещают много-много снега. Я иду платить за воду 112 долларов. Такой снег идет, как крупа. Вот дали мне респ, что я заплатила 112.45. Это мы платим за воду каждый месяц. Такая вот у нас цена примерно. Привезла Дженнифер уроки. Сейчас мы с ней вместе будем делать. Это у нее language art. Это как литература. Все такое. Писание. Это математика у них. Дженнифер хорошо учится по математике. И это у них новый science учебник. Тоже сейчас будем делать с ней. Почитаем. Вот, я забыла показать. Я заехала в продуктовый магазин. Купила все для борща. Купила свеклу. Вот она у нас 3.99 за пучок. Это петрушка 99 центов за паунт. Там это апельсины. Яблоки. Это просто так. Капуста у нас 1.99 за полкило. Это у нас морковка. Тоже 1.99. Все. Сейчас я буду варить борщ сегодня. А сейчас я заполняю открыточки наши для наших подписчиков. И буду сегодня высылать. Вот я подписываю открытки, кладу наклейки. И потом на почту будем высылать. В общем, всем спасибо, кто участвует в конферсии. А теперь пришло время готовить борщ. Все вы знаете, как он готовится. Поэтому я так быстренько просто покажу, что я чищу, режу картошку. Потом другие овощи. Я взяла капусту такую фиолетовую и белую. Овощи на зажарку я мелко рублю и жарю на виноградном масле. Зажарку я так зажариваю все. Потом все смешиваю. И получается вкусный, красивый борщ. Порезала я хлебушек. Намазала его маслом. И положила сыр. Все, борщ готов. И теперь мы готовы уже обедать. Добавляем сметану. И добавляю я себе вот такой острый перец. Приятного всем аппетита. Кушаю свой вкусный борщик. Сейчас еще Нелечка ко мне придет. Это Джинелл. Будем кушать вкусный борщик. А потом опять заниматься домашними делами. А на улице у нас опять начала мести. Птички вон в Вове прилетели туда на кормушку. Запасаются едой. Пока тут снегом не запорошила. Вова уже больше. Больше кормушек повесил. Джинелл сегодня дома. Она болеет. Делает уроки. Это математика, да? Покажи, что ты сейчас сделала уже на той странице. Переверни обратно. Так. 7 плюс 8. 15. 15. 15. 15. 12. Так. Все правильно. И часы правильно. Это правильно. Откуда ты знаешь все, как надо делать? Потому что я иду в школу. А в каком ты классе учишься? Первом или втором? Втором. Втором. Тебе нравится школа? Чуть-чуть. Тебе нравится дома, да, учиться? Угу. Да? Ну хорошо, ты делай. И выздоравливай. У них такие учебники. Все цветные такие, красивые. Даже хочется мне поучиться. Так, это Нелечка. Нелечка, привет. Как твой день проходит? Ну что? Что ты уже успела сделать сегодня? В школу записать песню, покушать. Много успела сделать. Угу. Так, а я там остужаю на улице тесто. Я делаю для вкусных рецептов с семьей Савченко. Делаю что-то вкусненькое. На улице у нас метет метель. Ох. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и объявим победителя конкурса лайков. Если вы хотите участвовать в конкурсе и если вам понравилось это видео, то под видео ставьте пальчик вверх. И циферка, которая загорается над пальчиком, это и есть ваш лайк. В комментарии пишите мой лайк, номер такой-то. И сегодня победителем конкурса лайков у нас стала Юлиса. Ее лайк был под номером 179. Мы вас поздравляем. Если вы хотите получить открытку, фотографию и несколько наклейок от нашей семьи, то пришлите на нашу электронную почту в ваш почтовый адрес. Мы благодарим всех за лайки, за комментарии, за то, что вы с нами. А сейчас мы продолжим наш влог. А еще я призываю всех мамочек, особенно многодетных мамочек, выходить иногда хотя бы один раз на улицу и дышать свежим воздухом. Это поднимет вам настроение, даст вам много кислорода. И я думаю, что даже даст вам силы и бодрость. Потому что все равно мы все дома устаем. Там то стирка, то уборка, то готовка, то еще что-то. Выйти на улицу и посмотреть на небо, поблагодарить Бога за хороший день, за нашу семью, о которой мы можем заботиться. И порадоваться, что-то, может быть, быстренько сделать на улице. И мне очень нравится выйти так просто, подышать свежим воздухом и дальше пойти делать дела. Если у вас есть свой дом, то можно, например, когда идет снег, подмести снег вот так вот отсюда скрыться, чтобы он здесь не лежал. Если у вас есть квартира, сбегайте на два этажа выше, на два этажа ниже. И уже у вас прибавится сила и энергия. Сейчас я вот как раз снег тут почищу, прибавлю себе энергии. И как раз тут перед крыльцом будет чистенько тоже перед дверью. Сейчас я подъезжаю к школе уже почти полчетвертого, выбираю деток. Вот у нас опять намерзло все на стекле. Очень сегодня опасная погода. Сейчас заберу своих ученичков. Она моя ученичка уже стоит с зеленой сумкой, с розовым рюкзаком. Самая первая ждет мама уже. Скорее залази, залази. Ты самая первая сегодня поучилась. И, и, давай, три, два, один. Закрывай дверь скорее. Сейчас снег, давай, свою большую сумку. У нее там собаки. Ну, шапку ты одень, одень шапку. Потому что на улице снег. Да. Ты хочешь девочку из класса пригласить? Ну, мы пригласим, хорошо? Когда можете на улице? Ну, что, тебе понравилось сегодня в школе всем твоя, тот постер, который ты сделала? О, да. Что там тебе сказали? Они говорили, Дженнифер, ты блуберис любишь? Ничего не говорили? А говорили, вау, Дженнифер по-русски умеет писать? Нет. Ничего не говорили? А, она знает. Ах, ты захлопни дверь хорошо. Молодец. Садись, пристегивайся, сейчас Вова придет. Так, Маргариточка мне что-то сделала. Спасибо. Дорогая мама, я тебя люблю so much, even more, даже больше. Спасибо, что ты обо мне заботишься. Некоторые мамы не заботятся о своих детях. But you do. And you are so... И ты такая добрая and nice to me. И ты такая красивая, как цветок. Мало спасибо. И привет. Привет. А твой день как прошел? Прошел. Ты уже идешь ученица? Вы сегодня гуляли на улице в школе? Нет. Не, не гуляли? Просто в школе, да, играли? Вова потерял свою шапку. А? Укрывай дверку. Всем привет. Кети, привет. Привет. Вот они свои ланчи из школы принесли. Все съели. Все, что я им положила. Вот Кети съела всю картошку, пюре. Ангелина, Маргарита. А где твоя тарелка? О, в раковину уже убрала. Ангелина, ты любишь борщ? Мама, что? Да, дорогая? Да, я не скушала все. Скушала все? Нет. Ну, так ты почти все съела? Смотри. Мама, ты картошку тоже себе там накладывай. А то сейчас всю водичку возьмешь. Я люблю водичку. Я знаю, ты картошку там себе найди тоже. Нала, она молодец. Поливает цветочки. Тебе нравится, да, Ченал? Поливает. У нас несколько таких вот этих цветочков. Потом у нас еще есть, ну, как называется, а этот у нас колонхой. Вот такой вот цветочек. Растут они у нас на окошке. Так, а я здесь заканчиваю делать ужин. Закончил, наверное, уже скоро мой блог. Здесь у нас курочка тушится. Сейчас я туда еще добавлю зеленый перец. Здесь у нас белый рис. И еще макарончики у нас будут. Сейчас я вот порежу зеленый перец. И салатик сделаем из помидорок. И вот такие вот листочки салат. Вот. И будем все уже кушать, садиться. А у тебя что за еда? Яйца. И? Что ты ковыряешь в салат? Я старался найти зеленый перец на столе. У нас Вова не любит вот такую вот какую-то там, где все тушеное, овощи. Он любит такое конкретное еду. Ну, ты любишь такие свежие перца, вареные, тушеные? Не любишь? Нет. Ну, кушай на здоровье. Вот Джинел уже лучше бегать здесь. Да? Пока наши девочки поют, я расскажу вам, что нового происходит на наших каналах. На канале «Вкусные рецепты семьи Савченко» вышло новое видео, как сделать заварные корзиночки для мороженого. Подписывайтесь на канал и смотрите видео. А вечером мы обычно собираемся всей семьей на девошен. Это общение. Детки рассказывают, кто что почитал из Библии, что им запомнилось и понравилось. Мы также вместе молимся, желаем друг другу спокойной ночи. А сейчас мы хотим сказать вам «До свидания». Подписывайтесь на наш канал, приглашайте ваших друзей, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и приходите к нам еще. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok